Благословен Господь, Господь дающий Тору. Амин. Присаживайтесь, пожалуйста. На этой неделе мы читаем недельную главу, которая называется «Воице». Это книга Берешит с 28 главы 10 стиха по 32 главу 3 стих. И очень интересная глава, как вся Тора. Очень интересная. И давайте посмотрим, о чем же нам повествует этот раздел «Писание». Начинается наша недельная глава с того, что Яков, он выходит из Бершевы, с Версавии и идет в Хоран. По дороге, по пути ему снится сон. Эта история всем известна. Ее называют традиционно «Лестница Якова». Это сон называют. Вы знаете, об этом слышали неоднократно. Ему снится сон. После этого сна Яков следует дальше и приходит в дом своего дяди Лавана для того, чтобы у него была еще одна цель пути, для того, чтобы найти себе вторую половину. И дальше начинается эта душераздирающая история, которая говорит, насколько надо быть внимательным в момент бракосочетания, потому что может случиться казус. И вот история нам повествует о том, как Лаван обманул Якова и вместо своей дочери Рахили женил его на Лии. И 14 лет Яков работал у него, чтобы все-таки прийти к своей любви Рахили. И вот 14 лет он там трудился. И в конечном итоге он также женится и на Рахили. Дальнейшая история повествует нам о том, как рождаются 12 сыновей Якова. Это родоначальники 12 колен сынов Израиля. После этого Яков еще определенный период времени, 6 лет, он работает у Лавана. И мы видим из написанного, что Бог очень сильно благословляет в это время Якова. Он занимается серьезным бизнесом, бизнес его процветает. Он становится очень богатым человеком. После этого ему снится опять сон, и Бог выводит его из Харана, из дома своего дяди. И Яков с женами, с всем имением выходит. Лавану это не нравится. Он догоняет, и они заключают завет. В конце завет, и после этого Яков по пути домой, он заходит в Механайм. Это краткое содержание того, что мы читаем, и то, что вы сможете прочитать самостоятельно и более углубленно изучить. Мы же давайте остановимся на нескольких моментах. Моменты, которые мне понравились, я хочу с вами поделиться. И я думаю, вам будет тоже интересно. Хотел бы я поговорить о снах. Мы видим, что в нашей недельной главе говорится, упоминается, что было два сна у Якова. Вначале, когда он уходил с Бершевы, ему снится первый сон. И по прошествии 20 лет, на 21 году, ему снится второй сон. И мы об этих снах поговорим. Давайте посмотрим, с чего же начинается наша глава. И я хочу вам прочитать, как оно написано в оригинале, потому что есть небольшие неточности перевода, которые немножко меняют смысл всего, что написано. И в оригинале написано так. И вышел Яков из Бершевы и пошел в Харан, и очутился в одном месте, где остановился на ночлег, потому что в это время солнце зашло. И взял несколько камней, лежавших там, сделал из них изголовье и лег на месте своем. В синаидальном переводе написано, что он взял один камень. В оригинале написано, что он взял несколько камней. После того, когда он проснулся, после того, как ему было видение лестницы, когда он увидел ангелов, когда ему с ним разговаривал Господь, он проснулся ото сна, и он взял один камень. И в оригинале также написано «один камень». И вы знаете, мое понимание этого вопроса такое, что почему один? Было вначале много камней, но потом он взял один камень. Мне кажется, это прообраз Нишуаха Машеха. Потому что Яков, проснувшись, он дал обещание, что он будет строить Дом Божий. Он сказал, и вот этот вот краеугольный камень, это был тот камень, на котором содержится все здание. Но давайте вернемся и посмотрим, что же предшествовало событиям. Для этого вернемся в предыдущую главу чуть-чуть, выходу Якова из дома отца своего. Вы помните, на прошлой неделе мы читали о том, как Яков благословил, не Яков, а Ицхак благословил Якова. И Исаву это очень не понравилась, эта ситуация. Он сильно на него разозлился, он захотел его даже, скажем так, убить. И мы видим, первая реакция его матери, она сказала Якову, беги. Вопроса, в принципе, изначально о женитьбе не стояло никакого. Вопрос стоял о том, чтобы спасти его жизнь. Зная характер брата своего, мать, будучи матерью, она сказала ему, беги. И впоследствии, я так думаю, но это моя интерпретация данного, ихнего разговора, что когда они с Яковом, с Ицхаком Ривка собрались, они поговорили, говорят, ну, если ему придется бежать, и бежать тем более к нашему родственнику, будет, наверное, хорошо, чтобы он еще там и женился. И Ицхак, он, давая ему напутствие, он говорит, что ты идешь в этот дом для того, чтобы жениться. Но, в принципе, это не было такое легкое путешествие, которого Яков хотел. Это было не так. Он уходил. Он уходил с дома своего отца. Он уходил с земли, которую Бог обещал его отцу. Я думаю, что Ицхак, он рассказывал своим детям, что ему Бог обещал эту землю в наследие. Он уходил, не зная, вернется он или не вернется. Ему надо было спасать свою жизнь. И, вы знаете, я думаю, состояние этого молодого человека было не сильно приятным. Он оставлял все и уходил из дома. Но что происходит? Мы видим, что когда он вышел оттуда, он лег на ночлег, и ему явился Господь. Бог явился и утешил Якова. Бог явился и дал ему те обетования, которые он обещал Аврааму Ицхаку. Он сказал, что он даст ему землю. Он сказал, что он даст ему громадное потомство. Он сказал, что в семени его благословятся все племена земные. И тем самым он воодушевил этого человека, на котором было предназначение и призвание Божие. Потому что, ну, я не думаю, что сердце его было сильно радостное, когда он вышел. И, вы знаете, интересно, мы читаем, что Яков, когда проснулся, он таки воодушевился. От встречи с Господом нельзя не воодушевиться. Он таки воодушевился. И первое, что он сделал, он сказал, что я хочу, здесь я поставлю камень. Я прочитаю вам лучше, не буду говорить своими словами, но лучше я вам прочитаю. И стал Яков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елея наверх его, и нарек имя места тому Вифиль, и прежнее имя того города было Луз. И положил Яков обед, сказав, если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть, и одежду одеться, и я в мире возвращу из дома отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим. И из всего, что ты, Божий, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Сейчас Яков был первый человек, который заговорил о доме Божием. Это был первый человек, в сердце которого появилось это желание. И интересный момент, что после того, как Бог вложил это желание в его сердце, его желанием была отдача десятины Богу. Смотрите, то, что говорится о храме, оно неразрывно связано с десятиной. Мы с вами знаем, что Богу деньги не нужны, но Богу нужны наши благодарные сердца. И те десятины, которые мы даем, это наши благодарные сердца. То, что происходит здесь, это собрание, оно, скажем так, строится на наши финансы, на наши десятины, на наши пожертвования, и это надо нам. Нам надо приходить в присутствие Божие. Да, мы можем делать это самостоятельно, но Писание пишет, чтобы мы собирались, иди двое, и трое, там Господь. Интересно то, что откуда вообще у Якова взялось вот это желание. В принципе, до этого предписания никакого не было о том, что давать десятину. Вы знаете, я думаю, что сам Дух Святой, сам Бог, он вложил в него это. Мы знаем, в Новом Завете пишется, что Бог производит и хотение, и действие по своему благоволению. И я думаю, что это был именно тот момент. Яков еще поступал подобно тому, как поступает его дед. Он вспомнил Авраама, который дал десятую часть Мелхиседеку, царю Салиму, который был первосвященник, который благословил его. И Яков понимал, что благословение, он, заключая обет, он не покупал себе благословение за десятую часть, но он понимал, что благословение, оно неразрывно связано с его сердцем. Его Бог ожидает от нас благодарных сердец. Бог ожидает то, чтобы мы были благодарны Ему. И я думаю, каждому из нас есть за что благодарить Бога. Мы только благодаря Ему, мы здесь, и мы спасены. И только благодаря Ему мы имеем возможность быть в Его присутствии. И мне понравился этот момент. Момент того, что сердце Якова, оно было открыто для того, чтобы давать Богу эту часть. И это было то, что Бог вложил для того, чтобы Он научил своих детей этому. Впоследствии мы знаем, что Бог дал это постановление. Но я думаю, что Его дети, они видели поступки Якова. Куда же давал Яков десятины? Храма же не было. Тут можно только догадываться. Я думаю, что Он давал десятую часть от всего, что было для приносения жертв. Тут можно уже пофантазировать, но я думаю, что Он это делал. По тому, как Он сказал. И мы видим, что благословение, оно сопутствовало и было с Яковом. Очень важно вообще для нас с вами, чтобы мы делали это все по нашим убеждениям. Из наших благодарных сердец. Потому что, вы знаете, иногда люди жертвуют и дают десятины тогда, когда сказано красивое слово о пожертвовании. Но очень хочется, чтобы это было наше благодарные сердца. Бог любит доброохотно дающего. Бог любит доброохотно дающего. И пусть Господь поможет всем нам не забывать об этом. Давайте вернемся все-таки ко снам. И первый сон, как я уже сказал, Бог подбадривает Якова и обещает Ему обетование, данные про отца. Мы видим второй сон. Это по прошествии двадцати лет Ему снится на двадцать первом году второй сон. И я хочу вам прочитать. Однажды, в такое время, когда скот зачинает, я взглянул и увидел во сне. И вот козлы, поднявшиеся на скот, пестрые, с крапинами и пятнами, ангел Божий сказал мне во сне, Яков. Я сказал, вот я. Мы видим, что Бог, Он выводит Якова оттуда. Но что происходило в жизни Якова до этого? Мы видим, по прошествии четырнадцати лет, когда Он получил, ну скажем так, ту женщину, которую Он хотел, Он активно начинает заниматься бизнесом. Ну, будем называть вещи своими именами. И Он начинает заниматься бизнесом. Его бизнес просветает. Бог его очень сильно благословляет. Он становится очень успешным бизнесменом. И мы знаем, что его дядюшка, его тесть, он был очень непростой человек. Это был человек алчный, зависивый. Его целью одной была нажива, все. И вот Яков на протяжении двадцати лет живет с этим человеком. Но потом, впоследствии, он увидел, что что-то изменилось в отношении его родственников к нему и в отношении дяди. И вы знаете, я прочитал один интересный комментарий, и я хочу с вами с ним поделиться. Можно подумать, что, ну, в принципе, Лаван начал очень сильно на него злиться. Но если подумать логически, в принципе, злился он на него постоянно. Начиная от первого момента начала его бизнеса, бизнес начал процветать у Якова. И, видя характер и алчность, и зависть этого человека, можно подумать, что во все время он относился к нему очень недоброжелательно. У него были сугубо корыстные побуждения, и он, ну, недолюбливал Якова. Но с какой можно посмотреть с другой стороны? Этот комментарий говорит о следующем, что Яков заметил то, что не изменилось его, то есть Лавана, отношение к Якову. То, что Яков, он начал смотреть по-другому на Лавана. И его уже перестало беспокоить та алчность, та вот это стяжательство. В своем бизнесе он немножко, немножко начал смотреть на все по-другому. Вы понимаете? Интересный какой момент. Он увидел себя. Он не увидел то, что он, Слава, нам что-то изменилось. Он какой был, такой и остался. Изначально он был, ну, называют вещи своими именами Хапуга и такой Скряга. С ним ничего не произошло. Но Яков, он увидел, что что-то произошло с его сердцем, и он начал смотреть на этого человека по-другому. И после этого Бог является Якову. После этого и напоминает, что ты, ты дал мне обещание. Вспомни о том, что ты дал, вспомни о нашей предыдущей встрече, вспомни об этом. Я Бог, который вывел тебя. И Яков в этот момент, он понимает, что сейчас его время для того, чтобы идти и исполнять Божью волю. Вы знаете, эта ситуация, она очень тесно связана с нашими жизнями. Я думаю, что каждый из нас, он зачастую проходит такие моменты. Но очень важно то, чтобы мы откликнулись на этот Божий призыв. Чтобы мы не остались равнодушными к этому. И пусть Господь просто поможет каждому из нас делать правильные шаги, имея благодарное сердце. Вот так. Будьте благословены. Будьте благословены. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok